Всё произошло около 9 утра возле города Хуалянь в первый день национального фестиваля Цинмин. Он посвящен поминовению усопших. Пассажирский состав выезжал из тоннеля, когда на его пути оказалась камнеуборочная машина. Как станет известно позже, она была опасно припаркована на склоне и скатилась прямо на рельсы. В поезде находилось около 350 пассажиров, многие ехали стоя. От удара несколько вагонов сошли с путей и завалились на стены тоннеля. Не менее 40 человек погибли, более 60 получили травмы. Я сидела со стороны прохода, и удар был такой силы, что меня отбросило на пол. Из тоннеля людей выводят по крыше, сбоку пройти нельзя, и внизу принимают на руки. У нас не было иного выхода выбраться, кроме как лезть на крышу, дальше идти по ней и прыгать вниз. Но неизвестна судьба почти 70 человек. Скорее всего, они заблокированы в искорёженных вагонах в конце состава. Спасательная операция продолжается. А полиция уже задержала водителя камнеуборочной машины. Он не только оставил транспорт на краю, над самыми путями, но даже не поставил его на ручник. Железнодорожная катастрофа стала крупнейшей в стране. Последний раз подобное на Тайване произошло 40 лет назад, в 1981 году, когда жертвами столкновения двух поездов стали 30 человек. Продолжение следует...